всем привет вы на канале турецкие баки я немножко уже отошла мы с отцом ходим в общем-то по магазином сейчас в аптеку надо сходить я и маша температуре маша даже сильно температуре 38 5 сегодня воскресенье ну у нас завтра будут пцр тесты готовы посмотрим что там есть если что-то серьезное то будем уже к врачу обращаться сейчас я в принципе попытаюсь ее сама полечить осень я вам немножко покажу что есть мы с папой сходим магазин час в аптеку и сходим в гараж в погреб посмотрим моя мамочка перед тем как уйти она даже не знала естественно об этом летом она закатывала много всего я хотела посмотреть что там есть вам показать вот это вот наш двор в оренбурге моих родителей двор площадка здесь и машенька бегала гаражи наш дом уютный спальный район в общем-то всегда ей нравился когда мы сюда переехали из норильска казалось что это манна небесная столько деревьев вокруг сейчас золотая осень наступает деревья в общем-то листву теряют потихонечку очень красиво здесь листья всякие падают клёны волшебно до этой осени мама моя не дожила она даже не знала об этом сейчас с отцом сходим магазин ну немножко по ценам посмотрю дальше скажу ну вот цены в русском магазине банан дешевые яблоки по 10 практически лир получается два раза дороже так все остальное папа молоко берет почем молоко здесь 41 но я бы сказала такая же цена как и у нас кушадосы папа всегда ищет свежее замороженная там наверно холодильник задней части плохо работает сильно морозит так друзья мои это мы где в магните цены по мясам шашлык 300 за сколько за килограмм получать окорок 300 рублей килограмм шашлык очень неплохо так выглядит мне кажется да нормально вот фарш так ваш но ты никогда не берешь фарш ты сам делаешь да мама всегда делала что курица целиком курица сколько стоит так а у нас можно за 11 лет купить за 110 примерно чуть-чуть дороже чуть-чуть совсем чуть-чуть а голень 200 рублей почти а у нас голень сколько двадцать две даже лета у нас может и дороже быть бедро а ну мы вот такой же такие же цены на курицу как в офигеть я думаю у вас дешевле немножко у вас вот вот это основное мясо чуть-чуть дешевле а курица такая же а вот эти вот фрута няне прочее у нас вообще нет какая чья куриная или куриные куриные да ну и в баню если честно еще по ценам знаете не сильно сейчас то и отличаются вот яблоки у нас два раза дешевле это чем манго у нас дороже и поштучно а у вас по 100 грамм огурцы в магазинах если опустят точно столько же стоит так грибы дешевле у нас по моему ну на наши примерно 150 рублей лук но если красный тот примерно та же цена это у нас еще вереск я не знаю капуста помидоры у нас по 5 лир но по 50 рублей примерно и это дороже поэтому в магните да скрипыши нам дали вышли мы с папой из магазина но знаете цены я бы не сказала что у нас сильно прям так отличаются но фишка в том что зарплаты выше вообще-то в турции даже тоже минималка то есть на наши деньги но у нас минималка почти 3000 лир это где-то 30 тысяч рублей даже чуть больше с учетом скачков вот этих валют а здесь минималка сейчас 12 чем-то 13 по моему вроде собираются и до 15 поднять а цены то такие же курица также стоит мясо ну чуть чуть дешевле но не настолько прямо удивило что картошка мелкая нехорошая дорого так стоит бананы дешевле мой папочка идет держится бедный он всегда одевает маску на улице уже не так чтобы заразиться он этот переболел же чтобы просто не было ничего как холодный воздух не поступал я помню вот здесь вот мимо этой беседки всегда боялась проходить то все время пьяный сидят до сих пор сидят пятерочка а мы внутрь не будем заходить интересно что тут за скидки такие так арбузы по 18 но у нас сейчас по полторе и в общем-то лиры примерно так же виноград ну дороговато у нас сейчас он уже дешевый по 5 лире до собак какая-то меня прям толкнула так баклажаны дорого у нас по 3 лире идут но по 30 рублей где-то зелень ассорти ну это надо смотреть какой пучок ну знаете примерно цены все равно одинаковые если вот даже и по скидкам идти сейчас папа меня ждет знает что я всякое снимаю наша улица народная называется вот там впереди белое здание это наша почта а еще дальше аптека сейчас посмотрим наша аптека ну чё могу сказать антибиотики противо сахарные препараты для диабетка все без рецептов как и раньше у нас в турции фиг так купишь я свои лекарства диабета забыла все в турции сейчас все купила здесь в общем нормально школа в общем куда мы обычно ходим голосовать ходили раньше радует что в оренбурге ничего не поменялось в плане чистоты все также чисто на той стороне вот мусорки со сбором пластика мертв когда приезжал мой муж последний раз говорил что вот бы нам бы так чтобы пластик собирали там все равно все подряд кидают а здесь вот другой дом которым мы приехали из норильска да помнишь папа да сколько мы здесь долго были потом переехали в квартиру побольше это чё у нас рябина уже цвет это до рябина в турции тоже есть рябина но она как-то я почти ее не видела один раз по-моему видела папин гараж что там заряжать а может быть но может быть гаражный кооператив здесь очень хорошие у папы чисто все даже на входе есть этот как он называется замок специально но ты ее купил с рук до новенькую ой не новенькую хорошем состоянии я купил и очень хорошим а там нас погреб внизу до погреб здесь не давает чего за сахарный диабет стоит а те пластик понадобился папа у меня как плюшкин все собирает а велосипед господи тоже еще мой да или нет это не мой твой стоит на даче аккуратно потом всегда спуск такой был можем ходить сюда а там свет есть свет хорошо я туда тоже спущусь так я спустилась этот гараж мы покупали уже сполни вам вот моя мамочка дорогая готовила на зиму все чё там еще банки господи сколько она придает джика внизу стоит помидоры но это старые еще заготовки так пониже соку до двух полочках у нас тут сок яблочный молодцы это около 100 банок вот это по-моему варенье как черники варенье да вот это вот сварили вот висневый есть сок но мы домой возьмем машенька попьет это аджика а это чего у вас так много еще с этой стороны господи так вот теперь открываем вон еще внизу какая-то банка огурцы огурцы вон идут огурцы это зажарка это супы зажаривать борщи зажаривать банок 50 если не больше этих этих нет 40 банок а вот этих нет тоже около 80 ужас вот так вот это мама планировала что мы все приедем с мир там с машенькой вот это самогонка конечно где-то еще трех литровый банк это знаешь чё пап ты мне когда-нибудь приедешь дорогой мой сделаешь мне самогонный аппарат в турции я куплю там не продается и отсюда привезу так статья не пропустит там можно ты чё-то или пропустит в последнее вино 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 ты чё делал ну вот будешь на вино делать там это прошлогодние на свободе она уже готова вот это вот это не полный мой бутыли тот же вино позапрошлогодние это все вот так вот вот так отец твой занимается рекордоводочным изделием ладно я потом наберу вот это попробуем я сам синих ну попробуем потом надо набрать на 9 дней это вишневые два вишневых очень много знаешь куда это все вы делали мы хотели собственно в этом году я уже не делаю виноград висит я ничего не делаю да у нас винограда очень много всегда ну ладно давай наверно собирать что надо и пойдем домой наша машенька тесты у нас пришли на коронавирус отрицательные но мы в жуткой адаптации машенька сильно болеет но сейчас уже это дело перешло по моему фаренгалоренгид какой-то и кашель была высокая температура примерно до 38 и 5 и нехорошие хрипы в легких я начала короче говоря давать антибиотики еще до пцр теста на свой страх и риск но пцр отрицательный значит действительно простыли сейчас уже мы получше но все равно еще выздоравливаем не привыкшие мы к такой погоде моя мамочка одна из самых последних ее фотографии одна из самых лучших так она нам и запомнится на самом деле как будто она чувствовала здесь она самая счастливая улыбается лекарства моей мамочки все вытащила папа мне дал задание перебрать и все пересмотреть по датам и в общем то этот выкинуть шею надо вот и то что ее погубила метатриксат но он же лечил ее ревматоидный артрит очень много обезболивающих она очень страдала конечно последние годы от этого ревматоидного куча нового ибупрофена посмотрим что мы с ним сделаем скорее всего поликлинику отдадим докторам чтобы бесплатно кому-то сдали не было давление которое она лечила но от балды если честно меня она не слушала многие доктора скажут что родители нас обычно не слушают вот так вот сейчас буду разбираться даже какие-то антибиотики стали тут много что нужно сортировать выкидывать подписывать все такое прочее хотела вам показать сервант моей мамочки посмотрите нажитая как говорится не по сильным трудом вот тело чашки она все время хранила на особый случай а там украиночка с казаком и он очень древние она очень любила всякие мелочи вот такие вот откуда ты привезла мадонну даже вот таких вот вроде некрасивых но все равно покупала этих ангелочков откуда чуть не работа нет работает очень любила всяких ангелочков вот это вот вот тарелки стоят видите и вон внизу чашки германская посуда которые она наверное лет 20 хранит и все как сказать все на будущее все потом хрусталь я помню мы еще ездили когда в оренбург когда еще я была маленькая на каждой остановке поезда продавали вот этот хрусталь она выскакивала покупала опять же ангелочки вова брат мой погибший то есть люди торопитесь жить не собирайте вот так вот хрусталь теперь он например никому не нужен даже отец не знает что потом с ним делать даже когда мы будем уезжать полностью в турцию мы же его с собой не повезем так вот где-нибудь раздарим надеюсь вот эту картину когда-то давно я написала для своей мамочки конечно же техника у меня никакая художник самоучка мама очень любила эту картину она большая видите вот так мадонну она хотела чтобы и нарисовала ну я нарисовала раньше друзья мои я вообще много чего рисовала по приезду в турцию я вообще не рисую но вот когда-то уже я рисовала так вот даже скажу 2004 год чего знает когда вот эту картину я хотела выкинуть но это тоже я рисовала у меня родители отобрали вставили в рамку и теперь она так вот и висит здесь но по мне она не законченная но родителям она и так понравилась другие некоторые картины свои покажу смотрю они тут все еще хранятся у родителей но это чё знает когда я рисовала честно написано 95 год господи как это было давно там еще моё хранится простите чё то она как-то падает младенца с мамой рисовала это 2011 год я рисовала еще один младенец мне нравилось их рисовать не знаю почему это для тоже 2011 ну и наверное все посмотрим вот у меня не законченным ну вот так у друзья мы я бросила рисовать я была сама учкой родители меня когда-то отдали были музыкальную школу мне не пошло если бы они меня отдали художественную может быть я бы была художником так мы на славянском рынке в оренбурге нам нужно водичку купить всякое такое сейчас немножко по ценам как-то все грустно не знаю почему почем пап ну вот 100 рублей упаковка но для турции это вообще дешево я хочу пап с газом но это обыкновенная ладно упаковку две хочешь ну на будущее бери чтобы не ездить каждый раз сахар башкирские крупы фейерверки и праздник как интересно пройтись надо будет картошку покупаем 43 рубля папа говорит что дорого 40 рублей у нас она почти два раза дешевле лук по 30 рублей эти тыквы продают но они у нас сейчас есть правда я не знаю почем папа что-то выбирает а картошечку купим домой хорошо пап все говорили что морковка дорогая чуть не написано а вот морковка морковка по 40 чем-то холодно очень день друзья мои перчик 65 рублей но как у нас виноград будем покупать но можешь машей купить она любит хорошо пошли пошли а какой цель помидора но это чисто наш рынок права это техника днс ну пошли я тут так давно не было правда что сыр и сыр а хороший какой-то российский какой-нибудь я люблю российский гауду люблю вот давай лучше наверно гауду купим ребят я тут очень давно не было вот тут моя мамочка покупала все время эти конфетки помню этот магазинчик папа где-то знает где сыр и покупать ладно я даже не буду говорить пап овсяное печенье будем брать хорошо можно будет еще каких-нибудь там штучек взять у рыба а почем тут рыба здравствуйте хорош какой у вас выбор ну себе бери я не очень я люблю возьми возьми хочешь еще рыба виноград хороший нашли ну слушайте цены такие вот как например в мегросе у нас ну чуть дороже может быть и все папе вот такой виноград нравится все выбирает того что вроде весь хороший мясо продают много до денег смотрите друзья какие классные тут печенюшки я соскучилась по орешкам сама не готовлю и по овсяному печенье типа тульских пряников что-то классное место вот мы так с папой делаем покупки чего ничего не заводится точно нам молоко было нужно мы с папой немножко заблудились ищем бытовую химию хороший базар давно мы тут не были бытовая химия нашли все есть уезжаем с папой домой едем хороший рынок что могу сказать по ценам совсем практически не отличаются от турции от кушадосы я даже немного в шоке то есть цены тут ну практически одинаковые на яйца на крупы картошка дороже овощи фрукты такие же как у нас в турции по цене ладно друзья мои я еду домой всем хорошего дня увидимся на других видео всем пока пока